Мы помним по учебникам истории, что февральская революция началась с хлебных волнений в Петрограде. Некоторые историки, однако, считают, что хлеба было достаточно, и дефицит муки в Петрограде – очередной революционный миф. Это рожь, а это пшеница. Внешне вроде похожи, но из них выпекают очень непохожие сорта хлеба. Не только по вкусовым качествам, но и экономически. В 1913 году в Петрограде фунт ржаного хлеба стоил 3 копейки, а фунт пшеничного – 5 копеек. Петербургский чернорабочий на свою дневную зарплату мог позволить себе купить 14 килограммов ржаного хлеба или 9,5 килограммов пшеничного. Для сравнения, современный наемный работник в России на свою дневную зарплату может позволить себе купить 41 килограмм ржаного хлеба или почти 24 килограмма пшеничного. Продолжение следует...